Сергеево-Пасадский район стал площадкой для работы выездной комиссии Московского областного совета руководителей фракции «Единая Россия». Задача – проверить, как работают программы по ремонту и строительству социальных объектов. Импровизированное совещание состоялось на базе реконструированного детского сада номер 9 на «Звездочке». С учетом чего выбиралось сантехнические изделия для детей, с требованием санпина, что соответствует? В первую очередь, с требованием санпина. Представители других муниципалитетов Подмосковья поделились своим опытом строительства и ремонта детских садов и поинтересовались, когда детский сад номер 9 заполнится детьми. Оборудование в детский сад будет завезено в мае-июне. Стоимость оборудования – 15 миллионов рублей. А когда реально может открыться детский сад? Мы планируем с 1 августа 2019 года. Реконструкция садика началась в сентябре прошлого года. На ремонт было выделено 50 миллионов рублей. На оснащение оборудованием, мебелью и игрушками для малышей – 15 миллионов рублей. Детский сад рассчитан на 115 человек. Всего 6 групп. Дети от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7. Мы оценили работу строителей. Компания «Юнделстрой» проявилась как добропорядочные строительные работы, оказывающие подрядчик, и работы по благоустройству. Конечно, еще есть ряд недоработок, но я думаю, что время позволяет оптимально и в сроке все сделать. Уделяется большое внимание реконструкции строительства детских дошкольных учреждений. Мы знаем, что первая задача президента Российской Федерации – обеспечение мест наших детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнено. Но сейчас перед всеми нами стоит задача на территории Московской области – обеспечить места в дошкольных учреждениях детям в возрасте от 1,5 до 3 лет. Сложная задача, но мы видим уже пути реализации и очень рады наших коллег из Сергеев Посада. Участники выездного совещания осмотрели и уличную территорию детского сада номер 9. Как только стаит снег, детские площадки оснастят малыми игровыми формами, а на верандах сделают покрытие. Ирина Великова, Никита Корсаков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok